Спорт – неотъемлемая часть жизни, рассказывает Денис Инкудзинов. В тренажерном зале он постоянный посетитель вот уже 10 лет. Признается, когда фитнес-центры возобновили работу после вынужденных ограничений, сразу же приступил к тренировкам. В общем-то, в целом все безопасно. Тренера все в масках. То есть ты приходишь, занимаешься спокойно. Все тренажеры между ними соблюдены полтора метра. Вон видно красную разметку везде. Открыть двери для посетителей Самарским фитнес-центром разрешили в июле. Но работать они могут только при 50-процентной заполняемости. При этом обязаны строго соблюдать все требования Роспотребнадзора. На входе измеряем температуру, обрабатываем руки. Если люди приходят без маски, мы вручаем им маски. Мы убираемся условными средствами всю нашу территорию, все наши поверхности. Проверки спортивных центров города проходят регулярно. В Самаре более сотни фитнес-клубов, и все они на контроле городских властей. Меры могут быть самыми жесткими. Вплоть до приостановки деятельности на 90 дней, включая все штрафы. Но наши учреждения, спортивные учреждения, все фитнес-центры, они прекрасно это понимают. Потому что был период времени, когда они простояли без работы очень долго. Поэтому никто не заинтересован в продолжении подобных мер. Поэтому все предпринимают максимум усилий для того, чтобы сохранить свою текущую деятельность. Проверки фитнес-центров будут проходить еженедельно во всех районах города. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин. События.